Хотелось бы поприветствовать вас от лица Томского научно-исследовательского медицинского центра. Как мы все любим говорить, Томске не онкологии. Евгений Циренович своим вниманием почтил нашу секцию, поэтому можно поприветствовать. И обратиться уже непосредственно к докладу. Ой, простите. Как уже говорил Сергей Иванович, мы говорим сейчас о гипертермии, которая набирает в последние лет 10 новые обороты. И с одной стороны, это самый мощный химий-радиомодификатор из ныне известных, с другой стороны, парадокс, применение в современной практике гипертермии на сегодня совершенно незначительно. Как уже мы говорили, это и гипертермия, усиление действия химиотерапии, лучевой терапии, и непосредственно цитостатическая гибель клеток, тот вот четвертый этап, который на сегодняшний день актуален в плане разработок. И те биологические эффекты, которые вот в первых пяти, наверное, пунктах уже обозначили свое положительное влияние, на сегодняшний день не вызывают сомнений. А вот последний, типа обезболивающего эффекта, то, что влияние на нервную систему и нервные окончания еще остаются в разработке, вот это перспектива будущего. И буквально несколько действий именно старого метода локальной гипертермии, мы говорим сейчас именно об этом методе, это прежде всего влияние на мембранную, глеточную мембрану, то есть целый ряд электрических и осматических процессов, которые запускаются в результате действия гипертермии. И, конечно, это действие на кровоснабжение, то есть с ростом температуры опухолевые клетки продолжают нагреваться, здоровые же охлаждаются последствием кровотока, и, соответственно, возникает вот эта разница температур, которая вызывает цитостатический эффект. Ряд международных исследований посвящены использованию локальной гипертермии. Наиболее известны это вот по саркомам мягких тканей, шейке матки, по опухолям головы и шеи, это прежде всего метастазово-лимфатические узлы и меланомы. Все они зарекомендовали себя с положительной стороны и продолжаются исследования по прямой кишке, легкому, по опухолям головного мозга. То, что мы в перспективе продолжаем изучать. Примерно так выглядит кабинет локальной гипертермии не только в Томском, не и онкологии, но и в 15 центрах, которые владеют также аппаратами для проведения локальной гипертермии. То есть главное действие – это глубина нагрева, вплоть до 19 сантиметров, то, что мы можем прогревать глубоко расположенные за брюшиной опухоли. Температура максимум 45, но это не, так скажем, панацея. Мы не обязаны до 45 градусов каждому больному нагревать опухоль. Это пределы аппарата, возможности аппарата. Мы должны здесь понимать и использовать эту температуру разумно в пользу пациента. Поскольку, как уже оговорено было выше, мы используем этот метод как радиомодификатор, химиотерапия, лучевой терапия и так далее. И, конечно, имеется датчик термоконтроля. К сожалению, он пока инвазивный. Над неинвазивным идет работа. Но, однако, в тех зонах, доступных, так скажем, когда это прямая кишка, предстательная железа, допустим, или, как мы использовали саркоми, ткани, то, что пойдет речь ниже, мы инвазивный метод использовали у некоторых части больных для того, чтобы самим убедиться, что мы делаем, ну и, так скажем, дать общественности какое-то подтверждение нашей методике. За 5 лет использования аппарата у нас уже накоплено практически 413 пациентов, опыт с различными локализациями. И по локализациям, если смотреть, то, конечно, большая часть – это больных с прямой кишкой, шейка матки, саркома мягких тканей, прямая кишка, головной мозг – то, что мы начали одну из первых локализаций использовать. Ну и чуть поменьше – это легкая, верхнечелюстная пазуха, гортань, поджелудочная железа и печень – это в основном с химиотерапией. Были методики и продолжают сейчас набор материалов идти. Ну, то, что я озвучила, это те программы, которые у нас в настоящее время в Томском неонкологии используются. Причем мы используем гипертермию не только как самостоятельный метод, то есть в совокупности, конечно, с лучевой химиотерапией, но и в комбинированном методе как предоперационный этап с лучевой терапией, опять же, с химиотерапией. И позвольте остановиться на одной из локализаций, где гипертермия показала свою положительную сторону и саркомы мягких тканей. Большая группа пациентов нами была использована, причем сюда включались и первичные, и рецидивные саркомы мягких тканей. На первом этапе они получали предоперационный курс дистанционной терапии по стандартной методике 3 ГРЭИ до 44 из АГРЭИ. В 8 сеансов локальной гипертермии группа «Проспективная» и в группе контроля такой метод не использовался, то есть без локальной гипертермии. Временной интервал составил 4-6 недель у группы «Проспективной». И, в общем-то, эта методика именно того, что временной интервал был у них немножко больше, это пожелания наших хирургов. То есть сначала у первых больных также было 2-4 недели. Однако эффект реализации от сочетного применения химио-радиотерапии был лучше, и поэтому мы удлинили вот этот временной интервал, опять же, заведомо зная эффекты предыдущих больных. Далее выполнялась органно-сохранная операция, интероперационная лучевая терапия у нас присутствует в Томском неонкологии до 10-12 ГРЭИ, поэтому курсовая доза в итоге была 60-70 из АГРЭИ. И по показаниям гистотипа опухоли уже проводилась химиотерапия. Термометрия опухоли, то, что я говорила, это вот непосредственно те больные, 15 человек, которым мы данную инвазивную методику применяли. Ну и, в общем-то, те терапевтические интервалы, которые были зафиксированы у нас примерно, они совпадают с тем, что говорит производитель, и то, что мы использовали, убедились, так скажем, сами. Надо сказать, что наши данные сопоставимы 62-й клинической московской больнице, они тоже проводили этот метод инвазивный, и мы, в общем-то, с ними здесь были в тандеме, когда эту методику использовали. Вот графики, то, что я говорила, это вот, в принципе, об этом же и речь. Показатели непосредственной эффективности. В группе исследования полная регрессия была зафиксирована у 70% больных, причем сравнение с контрольной группой здесь, конечно, было в пользу терморадиотерапии, то есть группа выигрывала. По показателям непосредственной эффективности у больных вот с первичными рецидивными мы специально их разделили, чтобы было понятно, где больше был успеха. Вот в группе контроля с рецидивными больными, которым использовалась терморадиотерапия, здесь преимущество было даже выше, чем у первичных пациентов. По зависимости непосредственной эффективности от сроков выполнения операции, то, что я говорила, 4 недели группа исследования имели меньшее преимущество по реализации эффекта, чем те, которые получали лечение, и мы их оперировали через 6 недель. Поэтому мы немножечко склонились в сторону того, чтобы оперировать этих пациентов, так скажем, в отсроченный период. По показателям терапевтического патоморфоза в группе исследований мы добились даже несколько пациентов с 4 степенью выраженности патоморфоза. Но здесь не было достоверности из-за того, что дележка внутри группы была незначительная. По этапу комбинированного лечения практически все получали античные органосохранные операции, то есть это широкое сечение опухоли. Однако некоторым больным даже пластический этап лечения удалось провести. И, в общем-то, по ограничению каких-то хирургических возможностей наш метод терморадиотерапии не оказывал негативного влияния. По частоте послеоперационных осложнений, то, что очень важно для хирурга, то, что очень важно для радиотерапевта, также мы не отметили какого-то негативного влияния. То есть все те послеоперационные осложнения, которые встречаются и при использовании простой методики лучевой терапии, они были сопоставимы с терморадиотерапией. По поздним лучевым осложнениям также не было каких-то отклонений в пользу какого-то метода. То есть они были практически равные. По частоте появления местных рецидивов надо отметить, что была тенденция в группе исследования по первичным пациентам. А вот в группе с рецидивными сарком мягких тканей мы отметили даже достоверное уменьшение количества рецидивов. Да, оно было и в первичных, и в рецидивных, но именно если уж так коснуться достоверной разницы, то здесь за два года наблюдения в рецидивной группе эта разница была подтверждена статистически. По показателям безрецидивной выжимаемости опять же была тенденция к увеличению продолжительности жизни у больных при общем анализе как первичных, так и рецидивных. При разбивке на первичных и рецидивных отдельно в группе с рецидивными формами были лучше показаны результаты. Кстати говоря, это, по-моему, подтверждает данная Блохина. То, что мы старались все время смотреть на другие центры, которые подобные методики применяли. Именно терморадиотерапия и сарком. По общей выживаемости также было отмечено, что у больных с рецидивными саркомами мягких тканей терморадиотерапия оказала положительное влияние. То есть статистически мы добились улучшения двухлетней выживаемости. Таким образом, для того, чтобы использовать какой-либо метод, и в том числе терморадиотерапию, мы считаем необходимы определенные показания. И ту цель, которую мы преследуем, для того, чтобы использовать тот или иной метод. Для первичных сарком – это прежде всего уменьшение распространенности опухоли и возможности выполнить органосохранные операции. Для больных с рецидивными саркомами – это прежде всего увеличение безрецидивного интервала. И опосредованное влияние на общую выживаемость. Ну и позвольте буквально в нескольких словах остановиться на перспективах. Да, этот метод сейчас достаточно развит. В большинстве онкологических учреждений не только одна лучевая терапия, наверное, решает судьбу больного. Ну и какие-то методы, которые могли бы расширить возможности радиотерапевта, в том числе локальной гипертермии. Если на Западе в основном локальная гипертермия используется с палеотивной целью, то в России, наверное, будущее за внедрением этого метода в комбинированные этапы лечения, то, что и было раньше, то, что было в Беларуси, то, что это начиналось, то, что сейчас проводится в Блохина, на прямой кишке, я все-таки думаю, эта методика продолжается, и то, что мы делаем при саркомах мягких тканей. Ну и еще одной, может быть, новой струей, то, чем занимаются сейчас коллеги 62-й больницы, это использование гипертермии с обезболивающей целью, это влияние именно на метастазы в кости, то, к чему, опять же, можно быть в будущем, мы услышим эти доклады, и к чему может быть еще одним показанием именно локальной гипертермии. Ну и, в общем-то, обмен специалистов различного уровня, которые владеют различными методиками, различными установками, в общем-то, наверное, назрела уже такая проблема о создании общества гипертермистов, где бы можно было бы именно людям, владеющим данной методикой, обмениваться опытом, чтобы можно было обсудить проблемы внедрения, ну и получить какой-то опыт, потому что даже владея аппаратом, но многие не знают, как подойти, какие режимы использовать, каких больных взять в лечение. Спасибо за внимание. Спасибо, Жанна Александровна. Спасибо. Только один вопрос. Кто? Ну давайте. В дискуссии мы обязательно всех к этим вопросам вернемся, потому что у меня вот только три вопроса, и у Сергея Ивановича. Пару. Рудкий вопрос. Скажите, пожалуйста, интероперационную лучевую терапию вы всем проводили пациента? Конечно, это стандартная методика у нас в Институте при саркомах мягких тканей. Дальше, про вклад. Так, у нас следующий доклад. Спасибо, Жанна Александровна. А можно Станислав Иванович задаст в качестве? Ну, конечно, тогда иначе. Ну, нельзя отказать. Только очень короткий. Вопрос по гипертермии, по саркомах мягких тканей я не могу не задать. Коротко, коротко. Значит, почему Вы выбрали три Грея, а не больше? Потому что мы знаем, что эффективность лучевой терапии начинается в саркомах мягких тканей. Это уже и от Рахмани на диссертации, еще тысячелетней давности. Начинается от четырех, пяти Грей. Можно там два раза в неделю, три раза. Это первый вопрос. И Вы проводили химиотерапию, потому что излечение локальное, оно не решает вопрос продолжительности жизни, потому что метастазы дышат спину. Да, начну с конца отвечать. Химиотерапия проводилась при опухолях G2 и больше. То есть гистотип опухоли определял, соответственно, необходимость проведения. Конечно, особенно рецидивные больные, они все получали химиотерапию по показаниям. Мы просто не стали останавливаться, потому что разнородность химиотерапии, она несколько бы сбивала, так скажем, слушатели. По поводу режима. Да, используют и 4, и 5, но как-то вот каждое учреждение, я так считаю, они как-то больше превалируют к какой-то методике. Кто-то к стандарту, кто-то вот к чему-то. Ну, мы используем так. По 3 Грея, 12 фракций, либо 10, и дополняли вот в данном случае локальной гипертермией. Да, 4, 5 используется, но как-то вот не прижилась эта методика у нас. Отвечу так. Продолжение следует...